Друзья, это небольшой, действительно коротенький обзор банной печки Казачка по белому. Вдруг кто-то рассматривает ее для покупки в числе других и нужны, так сказать, живые отзывы. Вот это как раз тот случай. Эта печка приобретена мной, ну где-то 5 лет назад, тогда же смонтирована. Мне ее пересылали транспортной компанией из какого-то южного города, где она производится. Честно говоря, не помню, Анапа или Геленджик, ну что-то такое. Получил я ее примерно через неделю после того, как заказал. Все достаточно комфортно. Заказывал я ее в Москву, приехал на МКАД, где располагается офис транспортной компании. Мне ее аккуратненько погрузили в машину и уже через 2 часа я ее, так сказать, на даче прожигал, или прокалял, как это называется, когда печку до установки на улице, так сказать, первый раз используют, чтобы прогорела краска, чтобы запахов потом не было никаких посторонних. Ну и, соответственно, уже через день ребята занимались монтажом этой печки. В печь влезают довольно крупные, длинные дрова. Ну, через некоторое время специально рулеткой сделаю замер, покажу вам. Печь работает в разных режимах. Я ее поначалу вот этим зольником, то есть идет поддув, когда она разжигается, минут 20. А потом зольник полностью закрывается. Вот, как сейчас видите, он полностью закрыт, и открывается вот эта верхняя задвижка. Воздух уже поступает отсюда, и идет такое медленное горение в экономном режиме. Печка действительно очень немного потребляет. Вот где-то, ну, может быть, здесь 4 дровина. Ну, на всю топку бани, вот сейчас на улице 0 градусов, ну, где-то, может быть, 6 дровин. Вот таких я использую, и уже можно, и уже можно париться. То есть, достаточно экономичная печь, в отличие от предыдущей. Я тоже ее в этом ролике покажу. Давайте покажу вам, как работает парогенератор. Что у нас тут? У нас тут 55%. Ну, сейчас посмотрим. Так, и вот так парогенератор. Видите, самого пара визуально нет. Но влажность очень хорошо повышается. Ой, прям хорошо. Даже камера начала потеть. Отлично. 60 подбирается нормально. Фуф, вот сейчас, конечно, полегче. Утро следующего дня. В парной где-то плюс 10, на улице минус 2. Ну, как я уже говорил, эта печка долго тепло не держит. Ко мне здесь килограмм 40 всего. Поэтому довольно быстро остывает. Но и разогревается очень быстро. И тепло здесь в парной где-то плюс 50 уже через час, через час 20 после топки. Так, вот как раз этот отсек, куда стекается вода из парогенератора. Если она вообще сюда доходит. Но, как правило, он всегда спокойный. Ну, печка на ножках. Это понятно. Вот так выглядит она снизу. Сейчас вам покажу печку, которую мы поменяли. В настоящий момент она отапливает гараж. Но, конечно, та печь не чета казачки. Смело ее, вот именно казачку, рекомендую к установке в бане. Так, поехали дальше. За час 10, час 20 вот такую парную казачка по-белому нагревает до необходимых кондиций. Вот банная печь, которую мы поменяли. Она у нас стояла 10 лет. Но ее эффективность оставляла желать лучшего. Чтобы прогреть баню, ну, наверное, час 42-2 часа минимум требовалось. Вот в такую погоду. Вот. Сейчас она у нас стоит на службе отопления гаража. Казачка в бане, конечно, рулит. Вот рулетка, которая показывает, насколько большие дрова можно положить в эту печь. 75 сантиметров помещается туда дровина. Хочу сказать о том, что это достаточно, достаточно большие дрова. Вот такие дрова, ну, скажем так, стандартные, да, они... Давайте посмотрим. Они, как правило, 40 сантиметров. Соответственно, практически двойная вот такая дровина туда может поместиться. Но это даже можно по зорнику. Смотрите, какой здесь огромный зорник. Даже не помещается в камеру. Вон такой. Вот такая, друзья, печка. Так, давайте обратно его поместим. Вот такая, друзья, печка. Казачка по-белому. Уже трескается шамотная глина. Ну, ее недолго поменять. А некоторые вообще эти дыры затыкают минеральной базальтовой ватой. Посмотрим, что сделаем. Ну, пока у нас портал в порядке. Вот такой небольшой, коротенький обзор. Однозначно рекомендую такую печку для банных процедур. Нам она очень нравится. Сейчас, как я уже говорил, эти печки модернизированы. Но думаю, что белый точно хуже не сделал. Да, только лучше. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. И с легким паром. Всего доброго.